Добро пожаловать в утреннюю мотивацию от Игоря Графа. Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда, наш очередной утренний подкаст. Мне для сегодняшнего подкаста пришлось проехать почти час, 40 минут, даже не, около часа 40 километров по серпантину, чтобы доехать до города, где мне будет ловить интернет. Потому что я был в горах, и там ничего не работает. Так что вот ценности, цена подкастов для вас, чтобы было возможно с вами поговорить. Тема, которую мы с тобой заявили, как создаются охрененные продукты. Давай в начале, в простом правиле коммуникации, мы ведем такое понятие, что такое охрененные продукты. Как ты это понимаешь? Смотри, в моем понимании, охрененные продукты, тот, который, я просто скажу на цифрах, тот продукт, в котором минимум 80% людей достигают заявленного результата. Я на днях слышал такую фразу, кстати, все мои подписчики, вся моя аудитория, знаете, когда игра говорит фразу на днях, это просто определение в прошлом. Его мозг не смеет, как давно это было. Я просто говорю на днях, это не вчера, это могло быть 6 лет назад. Так вот, слышал я фразу, что у любого продукта есть заявленная цель, например, увеличить прибыль. И мы, когда меряем показатели результата, мы, естественно, опираемся на этот показатель. Но при этом всем у людей есть внутренние запросы и внутренние цели. Например, человек мог прийти для того, чтобы понять, хочу ли я делать бизнес или нет. И он, например, понимает, что не хочу. Он нашей заявленности не достигает, но тренингам будет очень довольны. Да. И вот эта тонкая грань, потому что, как ты знаешь, я в то время уже очень сильно заморачивался на заявленном результате. Да, да, да. Потому что для меня это был единственный критерий. Но все-таки, если быть точнее, наверное, более бы правильный был бы замер, это замер NPS. Это отзывы по клиентам. Он читается отменистовым. И желательно замерять его просто сразу по итогам тренинга и спустя какой-то период после тренинга. Потому что там тренинг всегда будет очень завышен. Потому что люди на эмоциональном подъеме такие, вау, круто, это было потрясающе. Но более ценная информация там месяц спустя, два месяца спустя, три месяца спустя. Ну окей, хорошо. Давай иначе. Докрутим эту идею. Ты же знаешь, это то, что... Да. Да, здесь на самом деле мой опыт тоже показывает, что частенько бывает и у меня так, и у моих учеников тоже так, что когда мы начинаем процесс работы, то есть если говорить про личную работу, когда это продукт связан с личной работой, это наставничество, когда ты продаешь одно, человек заходит на одно, а потом в процессе выявляется то, что на самом деле ему нужно другое, либо результат какой-то в другую сторону идет. Потому что человеку, ну вот это нужно сначала проработать. И вот это очень интересная история с точки зрения, ну то есть охранительного продукта и потом в итоге его упаковки. Потому что, ну вот это же все маркетинг. И вот ты сказал важную штуку, что человек доволен. То есть когда человек... Здесь же, видишь, когда кто-то заходит, у него есть ожидание. То есть ожидание заработать там миллион, ожидание заработать сотку. А в итоге у него реализуется то, что он там становится более проявленный и счастливый. Ну просто как пример, да. Ожидание реально с ней совпадает. Это хороший результат, но он другой. И вот тут вот вопрос, в таком случае человек, у него как будто, типа, вроде как да, круто, но как бы денег не заработал. И вот это тоже интересный момент. И вот он в опросе, в НПС, что укажет? Блин, вообще супер кайф, разрыв башки. Или скажет, блин, ну типа семь, вроде круто, но результата как бы какого хотел не получил. И это будет вечно. Я не думаю, что здесь возможно этот процесс как-нибудь решить. Потому что, во-первых, у нас есть разные люди по степени осознанности. То есть, насколько был процесс его лично осознанным им на момент изменения своей жизненной цели. То есть, реально ли он. То есть, технически было бы правильно. Мы, когда с ним работаем, там, две недели спустя, понимаем, что у него перепределяется цель. Мы должны ее перепределить и зафиксировать на бумаге. Согласен ли ты, что это будет новая цель? Чтобы цель теперь не утрирована не сто тысяч или не миллион заработать, а твоя цель научиться, наконец-то, публично выступать, в качестве примера. И чтобы ты провел свое первое, там, живое выступление на сцене в Дубае, например. Да? Объявляемся с того, что согласиться, то не будет потом претензий. Да? Все-таки надо быть честным, что 80% людей, они неадекватные. Да? Они в любом случае говорят, о, круто, спасибо, я что-то, да, и не думал, что будет вот так вот. Вот. Но при этом все, у меня блокейс такой. Это из такого, из одних самых больных первых жизненных моментов. Представьте себе ситуацию эту. 2013 год, где-то такой период времени. Ко мне приходит пацан, который был наемным сотрудником. Он работал, напомню, в каком-то предприятии за 500 долларов в месяц. Я ботал на бешеной энергии, очень молодой, я такой, давай все сделаем. И мы поставили с ним цель за два месяца сделать 4 тысячи баксов на новом бизнесе, вообще с нуля, не ниша, ничего. И мы за два месяца умудрились сделать 3400 долларов. Но он написал негативный отзыв, ты обещал мне 4. Ну, даже при вот таких обстоятельствах бывает. Бывает. Это в этом отношении, я всегда говорю, влезть в образование ради денег, гиблое дело. Есть больше интересных книж, где можно зарабатывать проще и легче. В образовательный проект надо лезть, вот просто не можешь, не можешь не отдавать, не можешь не работать с людьми, потому что в образовательном проекте, как по мне, есть два самых узких места. Два самых узких места. Это очень жесткая работа с людьми, то есть у тебя, когда ты производишь, там, не знаю, лаптопы, ноутбуки, это просто ты производишь ноутбуки. А тут надо произойти результат человека, в котором ты на самом деле не знаешь его все глюки, сбои, травмы и так далее до старта. Он их никогда не выдает. Надо жениться вслепую. Вот. А все же хотят счастья по определению. И потом оказывается, что у тебя абьюзеры в отношениях. Есть же абьюзеры клиенты. И второй момент – это ты. Ты очень сильно задействован в продукте. То есть лаптоп не может устать при производстве. Может быть, брак, ну ты просто переделал. А ты можешь выдохнуться, выгореть, не хотеть, невдушевленный. Или, например, ты вроде продал продукт, но убыток. Ведь бывают же нерентабельные месяца. А энергия по факту у тебя убыточная. А для людей люди заплатили по-моему. Тут уже вопрос человека, за сколько продаешь. Слушай, знаешь что? Вот я сейчас подумал, как раз, исходя из твоего комментария, мы можем перейти как раз к процессу создания продукта, что человек, когда начинает идти в продукт и получает опыт в пути. То есть вот продал результат. И вот, допустим, кейс, если мы разберем. На этом кейсе давай разберем процесс создания продукта, как я, например, его вижу. Вот ты создал какую-то гипотезу продукта. Пока сдавил, все понял, что нужно людям. Создал решение, как это можно достичь. И пошел в работу. И тут хоба, ты обещаешь один результат. А в итоге человек зарабатывает не 4 тысячи долларов, а 3,500. И ты такой, и что мне в этот момент нужно сделать, чтобы мой следующий продукт, следующий поток был лучше? Правильно ли я понимаю, ну вот как ты со своей стороны, как человек, который создал много продуктов и очень крутых, результативных, что идеальный продукт можно создать только в таком случае, когда ты получаешь какой-то опыт от рынка, от взаимодействия. И потом сразу внедряешь до крутки. Хороший вопрос задаешь. Я точно уверен, что ни один продукт, какой бы ты его ни делал, с первого раза не получается совершенным. Совершенным подразумевается не наличие ошибок, а отсутствие непрогнозируемых ошибок. Это важно. То есть, условно, когда я произвожу любой товар, у меня есть допустимый процент брака. Так и называется. Допустимый процент брака. То же самое в образовательном продукте. Есть допустимые риски, которые я прогнозирую и буду знать, как с ними справляться. Ну, условно. Например, если я делаю продукт, и у меня старт там первого числа, я знаю просто по опыту, что первого числа не включатся все сто процентов участников. Кто-то провтыкает, кто-то забудет, кто-то по каким-то делам находится в, не знаю, реакционном центре. Неважно. Поэтому я закладываю этот риск на то, что раскачка будет там четыре дня идти. И все основные упражнения должны начаться четвертого дня. А первые три дня будут раскачиваемы, например. Или я называю их нулевыми неделями. Потому что в первый раз, когда я об этом узнал, и запускаю, например, в первое же число, то я увижу, что потом людям тяжело догонять. То есть, в идеале, я прогнозирую этот риск. То же самое, я прогнозирую, что будет какой-то мудак. Я называю это огневое яблоко. И опыт показывает, что раз в четыре-пять потоков появляется реально прям... Игневое яблоко. Да. И эта какашка у нее проблема не в том, что он там не будет результат. Это значит, это как человек, который в школе и всегда в любом классе парень, который подначивает всех, а давайте все уйдем с уроков. Да, да. Потому что если он уйдет уроков сам, то он поучит два. Если он подначивает с класса, никто не заметит, что он не выучил урок. И какашка, это как раз так людей, обычное создание. Я помню, в первый раз у меня это было в 2014 году. Парень, который реально смог создать невероятный саботаж. И объединить людей вокруг того, чтобы все не делали домашние задания. Условно. Такое тоже, соответственно, раз теперь я это знаю и прогнозирую, для меня его появление в какой-то момент не является проблемой. Просто перестраивается программа с учетом этого показателя. Поэтому, когда у тебя нет опыта, ты в любом случае, в любой программе, из первого раза не сделаешь идеально. Поэтому первый раз это нужно провести. Просто провести. Но создание идеального продукта, охрененного продукта, оно включает в себя очень много показателей, как по мне. Первый показатель, который мало кто учитывает, я называю эмоциональная просадка людей. Я знаю, они там спустя две недели, если любой продукт длится больше, чем две недели, у них все. Я помню, в 2014 году уже начал, всем выдавал в живых тренингах, выдавал такой листик А4, на котором были написаны ступеньки. Раз у нас впереди четыре недели обучения, у тебя четыре ступеньки такие. И на каждой ступеньке был нарисован человек. На одном он был нарисован. Мы начали. На втором мы работаем, на третьем он лежит замертво. Я вам прогнозирую, что на третьей неделе вы будете видеть все и вся. И раз ты это прогнозируешь, программа должна учитывать и пробуждать человека. В те периоды, когда у него будет тяжко. Потому что, на удивление, какой бы твердый продукт ни был, будем ли учить рисованию или математике, если человек спит на уроке, то даже не выучить математику. Да, я вот, кстати, исходя из этого, то, что ты проговорил, я понимаю, что очень круто выстраивать свою программу так, чтобы какой-то быстрый результат можно было получить вот как раз-таки в эти первые две недели. То есть мы же понимаем, что есть какие-то действия, которые приводят к быстрому результату, а есть какие-то действия, типа там создания навыка, какой-то накопленный эффект, это можно вдолгу. Тут не обязательно вне получения быстрого результата, потому что не всегда быстрый результат гарантирует восстановление энергии. Смотри, я, например, рассказывал на днях, на девочке такую штуку. Вот у начинающих экспертов в чем большая проблема? Они берут рабов, если ты помнишь, да, сколько этот тип людей, и начинают их брать в личную работу. Ну, потом работа требует меньше усилий для создания продукта. Ты человека включаешь, начинаешь его коучить. Но я говорю, очень простая вещь. На уровне невозможно, близко к невозможному, так как нет такого понятия, да, довести раба до уровня бунтаря по осознанности в личной работе и с грани фантастики. Я за это не возьмусь. Почему? Объясню. И это же прием, ты сможешь сейчас переделать, почему в тренингах базилия... Что такое рабское мышление? Человек, находящийся в рабском мышлении, он находится сильно в эгрегоре системы. Да? У него же почему все виноваты? У него слишком много давит от старых опытов, родителей, окружения и так далее, на то, что жизнь говно, боль, все его разводят, мошенник, неважно. Ты все, кто попал, куда бы он ни пошел. Что ты нафиг работу бросаешь, иди, что ты в бизнес лезешь, это все фигня, там зарабатывают, там надо взятки давать, неважно, есть идея. Соответственно, вот он приходит, вот ты раб, ты приходишь ко мне, ты приходишь ко мне с надеждой изначально. Ты приходишь с надеждой, потому что ты хочешь вырваться. Еще и оффер получился. Работа, очень вкусный оффер. То есть, когда, например, что-нибудь очень дешево получилось, а вот начинаешь эксперта, не стать дешевым продуктом. 5000 рублей. И вот приходит раб. Ты его, с ним болтая, с ним, заряжаешь его энергией. У него пока нет никакого опыта в предыдущем, и он, не имея опыта, верит в то, что ты сказал, это вот что пойдет и сделает. Если он пойдет, сделает звонок, сразу купит, условно. Его продукт, его бизнес, его нишу. По факту, ты уделил час времени, зарядил его, и оставил, и он на остальные 15 рабочих часов в день, то есть 15 еще на 7 дней, когда он тебя не будет видеть, 7 на 5, 70, 90, на следующие 90 часов будет находиться в другом году. Соответственно, этот эгрегор будет его настолько сделать, что он, скорее всего, за неделю не сделает, я думаю, домашнее задание нормально, если вообще начнется. Ты ему говоришь, надо выбрать нишу, он вовлечется и начнет переживать и так далее. И придет к тебе через неделю в подавленном, замученном состоянии, без сделанного домашнего здания. Ты как эксперт начнешь такой, ты чего? Ты что? Ты пой, что ты не делаешь? Это же тебе надо. Он говорит, да, я не знаю, мне надо. Ты его снова растряс на неделю. Такой, давай, соберись тряпка, отпускаешь его, и там снова его мама. Ты где был? Жена, ты что делал? Или муж? Ты опять понял? Не имеет значения. Его контент. Да, и он в эгрегоре системы, в эгрегоре системы не успеет вырваться. Поэтому у рабов возможно все два выхода из системы. Первое, это попадание в групповые динамики. Потому что, когда мы работаем в группе, то есть я человек, может, провел бы сейчас эфир, но он еще неделю в группе тусит. И тогда группы, то есть условно, где люди, мы можем, вперед, получится, давай попробуем, они будут его подначивать. А иначе унесутся только его окружение. И второе, это книги, когда он может уходить в свой маленький мир и по факту шаг за шаг. Книги на порядок дольше, там 2-3 года занимает полная прошивка, благодаря книгам. Но это тоже работает. Я так начинал. Ты сидишь и просто постоянно используешь книгу как нового друга для себя. То есть надо изолироваться и такой, и каждую ночь, каждую маршрутку читать. Возвращаюсь сюда. То есть даже не обязательно наличие результата сыграет роль, а то, что человек, когда ты его отпускаешь на 2 недели, он на протяжении 2 недель находится в режиме сражения со своей реальностью и с внешней реальностью. Ну, то есть у него нет опыта совершения того действия, который он делает. Например, похудеть классного опыта или продавать, да, то получается, что он находится в постоянном 90% стрессе для себя. И этот 90% стресс, он высасывает энергию в нередном количестве. Когда человек находится очень долго в фокусе проблематики, он может находиться в надпроблеме, я бы так сказал бы. Но все гениальные решения и энергия рождается не в момент решения проблемы, она рождается в момент, когда мы строим надрешение и двигаемся дальше. Поэтому, если мы хотим действительно максимально эффективно, то мне нужно вот в те максимальные моменты просадки человека выдергивать из пространства и заставить его рефлексировать. Поэтому, когда ты проведешь там, не знаю, первыхчасовой или однодневный или двухдневный семинар в середине, когда люди на протяжении, то есть они по факту вырвутся из своего рутинного контекста проблем и там два дня будут твориться в новых мыслях. Новые идеи рождают энергию. Энергию не рождает результат. Он дает укрепленное удовольствие. И энергию не рождает процесс. Энергию рождает. Я помню этот момент в жизни. Я ходил, есть такое понятие сотка. В туризме это нужно пройти километров. Была крымская сотка, это надо было за три дня по горам пройти 100 километров, отметиться в чекпоинт, КПП. Это по факту спортивное ориентирование смесь с выносливостью. И потом я идти расшел в черниговскую сотку, это 100 километров за сутки. Надо пройти и у тебя 24 часа. И не просто пройти расстояние, опять его надо найти все точки. У тебя там 24 точки скрыто на карте. Указано приблизительный радиус и фотографию, что ты должен найти. Чтобы ты понимаешь, сколько она весит. И я помню, что мы решили идти всю ночь. Потому что понимали, что можем не успеть пройти 100 километров, если мы зададим позицию. Собственно, в общем-то, дошло всего 6 команд из 30 стартовалов. Мы были пятые. Так вот, в качестве примера. Когда я шел всю ночь, я помню, что я прям засыпал. Вот прям. И ночь, она эмоционально очень сжирающая тема такая. Ты идешь, ненавидишь, что ты пошел, ноги в кровь, болит все, ты попираешься. Когда машина резко порезает, потому что ты по трассе идешь, ты вдруг просыпаешься, а как я вообще шел спящим, да? Но только вышло солнце, вот только появился рассвет, иронизм включился. То же самое, когда мы идем в горы. Мы идем, мы находим на вулкан, мы идем и ненавидим этот путь, как долго, холодно и так далее. Но только ты видишь вершину, энергия. То есть, вершина, то есть не результат, не заход на вершину, дал, а понимание и надежда и достижение результата восстанавливает энергию. Поэтому, когда мы людей вытаскиваем на какой-то процесс, при котором они могут увидеть новый потенциал дальше, энергия возрождается. Вот что у них хватает. Слушай, это, я правильно понимаю, что это про систему, правильно выстроенную систему, цель желания видения и фокус на ней. Не совсем. когда это... Давай, давай поприловую на своем примере. Допустим, вот ты сейчас приходишь ко мне в наставничество и мы с тобой ставим цель сделать 10 миллионов. Да? Да. За два, например. За два месяца. В этот момент, когда мы с тобой поставили, ты будешь чувствовать себя заряженным. Да. Да. Ты говоришь, блин, круто, почему заряженном? Твой мозг начинает. Если получится, то вот, 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 вот моя жизнь как поменяется. Дальше. Это гипотеза. Неважно, от меня она родится или от тебя она родится. Ты, мне нужно сделать столько-то рекламы, столько-то переговоров или собрать людей на вебинар или сделать рассылку, у тебя есть какие-то разные способы работы с трафиком. Да? Как только ты включаешься в работу с трафиком, у тебя включается процессуальный и такие рабочие моменты. Что такое процессуальные и рабочие моменты? Ты вовлечен в исполнение обязательств. Например, созвонный, надо сделать рассылку и ты в ней варишься. В любом случае процессуальное действие это момент, когда ты идешь в походе, опускаешь глаза вниз и идешь, смотришь на пол. Ты не смотришь в горло в этот момент. Более того, если ты попадаешь в этот момент и не приближаешься. Поэтому цель перестает мотивировать в этот период времени вообще, потому что мне бы тут сейчас пройти и выжить. Условно. И дальше. Когда ты совершил какое-либо действие, направленное в цель, ты получаешь реальные данные. Например, конверсии настоящие и так далее. И эти конверсии, неважно, будут ли они совпадать или не совпадать, это будет просто цифра. Ты понимаешь, надо дальше двигаться. И вот надо дальше двигаться, какая-то просадка энергии. Потому что условно на протяжении пути, представь, что мы идем в поход вдвоем с тобой. На протяжении пути мы не болтаем, мы сами по факту мы умудряемся страдать. потому что действительно тяжело. Но если мы договоримся с тобой, что раз в 30 минут мы садимся, пьем кофе, условно, болтаем и играем на гитаре, то прохождение пути легче, потому что не пауза, не отдых даст, а возможность отключиться от проблемы и побыть в другом состоянии. Вот что у меня на этой энергии. А если в этот момент еще происходит, например, в том случае, если бы я тебя вытащил и мы бы присоединились к какому-то лагерю, то есть не вдвоем а мы увидели например какой-то лагерь, где там идет рок-концерт и рок-концерт такой длинный, часов на 5. Это точно так же, как выехать в путешествие во время отпуска. Ты первые дни, то есть первые 3 дня, ты все еще на 4-й ты выключаешься. Вот длинные мероприятия в данном случае работают по принципу того, что ты потихонечку отключаешься от проблематики, потом немножко отдыхаешься в моменте, а потом используешь те материалы, например, даже песня на вдохновение на то, что можно дальше сделать. Потому что достижение цели работает не на то, то есть какую бы мы с тобой идею бы не сели, скорее всего и твой опыт показывает, достигнем мы другим способом эту цель. То есть реально финальный результат, как мы это сделаем, будет иначе сделан. Там продукт будет докручен, рассылка будет другая, то есть все будет иначе, чем от старта. Но эти идеи, которые и дают нам энергию, дают результат, они рождаются в процессе рефлексии, когда мы находимся вне предыдущей проблематики. Поэтому для хорошего продукта, если он массовый, то есть ты не работаешь группой, 5-10 человек, если ты работаешь 100 людей больше, даже 50 и больше, то надо закладывать условно раз в 3-4 недели их большое выдергивание из процесса, съезд, где они там день-два дня будут просто даже тусить или развиваться или учиться, но вне своих рабочих моментов. Иначе они не дойдут. Я это говорю... А почему ты говоришь, что на масштаб, а если у тебя там 10-15 человек, то это же то же самое, то есть то же самое нужно человека выдергивать? Я к тому, что живые мероприятия в таком количестве нужны при масштабном эгрегоре группы, потому что у тебя есть... Там зараза распространяется очень быстро. Там одно к нему от всех заражать. Там это прямо в обязательном порядке. Если же мы говорим о малых группах, то в идеале тоже их выдергивать, но не обязательно их выдергивать условно ты. Ты можешь их куда-то отправить. Например, ребят, есть когда такая конференция проходит в Киеве, в Москве, надо поехать с вас отчет. Или давайте вместе там увидимся. То есть не обязательно быть организатором этого события. Это первое. И во-вторых, в маленькой группе не хватает эгрегора. Маленькие группы, меньше 20 человек, у них нет такого общего эгрегора, который может переломить ход группы. У них эгрегор не эгрегор, а тот, который позволяет им друг за друга держаться. Поэтому условно, если я возьму 15 подавленных из которых уже 9, и соберу их вместе, то они не успеют себя никак раскачать. Эти 9 будут гасить остальных 8. Их лучше по отдельности в свою какую-то штуку отправить, чтобы они сами зарядились, отключились от процесса. Только заряженными. Да. Опыт показывает, да. То есть условно, когда ты видишь, что они все зарядились, ты всем дал спецзадания, все они получили, ты же ребята съезжаемся. То есть на большом потоке. Поэтому всегда первые съезды очень мощные, а вот второй может не состояться. То есть смотри, если получается подрезюмировать, ну то есть это в принципе для всех продуктов подойдет, потому что все же люди идут, обучаются и проходят какой-то определенный путь в группе или в большой массе. Получается, что энергию и подзарядку дает не фокус там ежедневный на цели, желания, которые зажигают истинные, а промежуток времени поработал, зафиксировал результат и отключился. То есть либо если это масса, то в какую-то групповую штуку организовать мероприятие. Если это небольшая группа, то круто для каждого индивидуально подбирать, что он будет делать, где он будет разгребать, получается, ну освобождать мозг от проблематики, от рутины, от тех результатов, которые скорее всего как бы не совпали с ожиданиями в течение там недели, да, ну чтобы он не просил по энергии. Правильно я понял? Даже если не совпадают. у любого человека есть энергия имеет свойство заканчиваться, создавать. То есть точнее иначе. У каждого из нас есть бесконечный запас этой энергии с самого начала, но она имеет право сливаться. Сливается она на переживание. И почему, давай так, почему если я сейчас устроюсь на работу, любую работу, мне первые две недели будет там интересно? Ну потому что новое, все новое. Это верно. То есть что такое новое? Это не просто неизвестно, а мне интересно это исследовать, я вижу, как я расту на этом пути. Получается, я делал, неважно, сколько я крутой в том, что я делаю, если я делаю третий поток тренинга точно таким же, как предыдущий, то я не расту и не развиваю, для меня там ничего нового не происходит. То же самое, то есть ты мне дал, например, рабочую воронку сегодня, рабочую схему, рабочую связку, я у тебя в наставничестве, и ты мне дал, и я начну ее реализовывать. Для меня она вначале интересна, прикольно, а вот такого бота можно реализовать, а вот так в Инстаграме можно использовать, и она реализовывает. Но через три недели для меня это рутина. У рутины самый большой недостаток в том, что рутина уничтожает надежду, то есть у нее больше нет наличия энергии на реализацию, потому что условно, я сейчас буду запускать кофейню, это интересно, управлять кофейней уже не так интересно, потому что в нем нет вызова. вызова это некий сквантовый рывок. А квантовый рывок происходит, когда меняется бизнес-модель. А давай делать франшизу. Бумс, изменили бизнес-модель, и теперь получается все новое, хотя ниша та же. Поэтому энергия рождается тогда и восстанавливается в тот момент, когда у человека появляется новая версия его бизнес-модели. Но ее нельзя просто передать, человек должен быть готов ее принимать, ведь он же какого-то втащит ее. И для этого нам нужно, чтобы человек отключался на какой-то промежуток времени, и чтобы в этот период времени у него было... Например, вот самый простой способ, самый гениальный способ, из всего, что ты будешь повторить любой, ты идешь на целый день в гору, без телефона. Если ты идешь с телефоном, ты хочешь, не хочешь, на каждом привале войдешь в инстаграм. Хочешь, не хочешь, музыку. И ты отключаешься от потока. Но если ты пойдешь в место, где тебя не ловят, то ты будешь идти там, не знаю, пять часов наедине с мыслями. Да. Это так же сработает. Из-за того, что ты будешь находиться наедине с мыслями, ты по факту выгрузишь их все в пространство и начнешь сам генерировать новые идеи. Оно с тобой работает. Поэтому, говоришь, что это отключение, оно и восстанавливает энергию больше. И то же самое происходит на тренинге. Ведь когда мы приезжаем на конференцию, не знаю, какую-нибудь, там будет десять спикеров. Вопрос не в том, что я узнаю там что-то новое, а вопрос в том, что я сижу и записываю что-то. Сижу и такой, я сижу и думаю все время о проекте. Я по факту нахожусь в информационном поле, когда мне дали право побыть на секундочку наедине со собой. Потому что в обычный день я хочешь не хочешь в телефончик зашел, хочешь не хочешь кто-то написал, хочешь не хочешь меня выдергивают постоянно из моего реакционного процесса. Да. То есть так же можно поддерживать энергию, например, утреннюю пробежку, включая аудиокнигу. Аудиокнига нужна не для того, чтобы что-то новое получить, а для того, чтобы об нее постоянно думать. Ты бежишь и думаешь, оно у тебя фоном работает, ты сидишь, думаешь. И как у меня происходит обычно? Я бегу, слушаю книгу там про Netflix, они говорят, что-то идею, все, я уже не слушаю, я уже эту идею дальше докручиваю. Я бегу и говорю, прикольно, а вот это, и вот когда вот это рождается чувство, прикольно, оно дает энергию. То есть задача хорошего наставника периодически создавать чувство, о, прикольно, о, да. Поэтому ни в коем случае нельзя выдавать в самом начале все инструменты. Потому что у тебя не останется вот этих крутых поворотных точек, что можно сказать через неделю, а вот еще вот эта штука, прикольно, пошло делать. Создавать обучающие программы на уровне высокой эффективности достаточно сложно геморройно. Но это очень пока для тебя это неизвестность, когда ты уже это умеешь, понимаешь, как ты не можешь снять говнофильм. Ты понимаешь структуру, ну, то есть как бы у тебя каждый фильм, он фильм. Да. Ты правильно говоришь, самим собой тоже надо это делать, но это надо просто закладывать себе процесс отключения от действий. Например, самый простой способ, тоже местохождения в этот, местохождения по горы. Ты звонишь человеку, которого уважаешь. просто поболтать. Выйдем на кофе, берете телефоны, кладешь, и час просто болтать не о жизни, но о бизнесе в данном случае. Например, если, например, у тебя там цель сделать 5 миллионов, а этот человек уже делал 5 миллионов, просто спроси, как он делал. И из-за того, что ты будешь слушать, не включаясь в другие процессы, опять об него ты выключишься. Вот это такое, что за час можно тоже включиться в процесс. Разница лишь в том, что эта энергия не такая длинная, как энергия от, например, живого мероприятия большого или съезда где-нибудь. Но это тоже хороший способ. Вот даже сейчас мы с тобой болтаем, и ты чувствуешь, как появляются некие такие прикольные. Вот эти маленькие, маленькие импульсы. Маленькие импульсы. Нет времени столько, чтобы раскрывать. Но потому что, что такое импульсы? Ты берешь какую-то маленькую деталь, только ты ее узнаешь, эту деталь, которую ты взял. И ты ее с головы уже понимаешь, я могу ее вот туда приложить, туда применить. И вот это новое, то, что ты будешь делать, дает эту энергию. А не потому, что тебе же цель изменилась. Не изменилась цель, способ достижения цели докрутился. Вау. Под нее я даю энергию. Поэтому, если мы хотим высокоэффективные программы, в том числе, нам необходимо, чтобы у людей постоянно возникали вот это самое важное. Инсайты. Они у него открываются обычно, получая опыт. То есть он опыт получил, потом ты даешь инструмент или решение, или там он сам дошел до этого, и возникает эта штука. Ну класс. Офигенно. А что так можно было? Тем дольше он держит энергию. Поэтому, если мы добавим критерий, что охрененный продукт это продукт с эффективностью, то мы должны поставить на удивление энергию на первое место. Люди думают, что надо дать контент. Да, ясно. Но нет. Это не сработает. Потому что человек не успеет его переварить, у него не будет ресурсов его переваривать. Поэтому есть один... Да, то есть если человек будет высоким ресурсом в своем состоянии, то он просто даже свое, что он умеет и уже знает, лучше сделает и уже будет лучший результат, чем там что-то внедрит, то, что ты ему новое скажешь. Абсолютно верно. Даже если он старый свое внедрит. И самое важное будет работать с энергией. Вот здесь вот ошибку, которую многие начинающие эксперты совершают, они... У многих, я не говорю про всех, у многих сильная эмоциональная связь с результатом студента. Да? И, соответственно, они хотят дать результат. Так как они еще не понимают права энергии, что проблема слабый, а то, что не умеют работать с раскачиванием эмоционального фона людей и заряжать их, у них нет навыков, мотивации, да? Назовем так. Соответственно, получается интересная штука, что они начинают выдавать контент, они его выдают. На первой неделе у всех будет всегда хорошее, потому что заряд у всех, покупка программы, достаточно мотивации, чтобы быть заряженным. Потому что ты совершаешь направленное действие по направленной цели. Да, да. Привед заряженным. Только если небольшая, прошло много времени, купил, за тобой. Тогда да. Да. То есть он приходит заряженным. И на этой энергии любой спикер начинает думать, да я охуенный. И у меня все, смотри, как они все-таки, у меня все фон, они такие радостные. И он выдал контент. Но уже через неделю, часть людей не приходит, уже через неделю, через две возникает сумасшедшая просадка. И когда возникает через две недели сумасшедшая просадка, любой спикер берет на свой личный счет. Он думает, ага-ха-ха, ага-ха-ха. И что он делает? Он думает, начинает выдавать еще больше контента, еще больше позы, еще больше фишки. И вот он бонусиятельно такая-такая-то. Почему? Ему психологически будет легче, если он выдаст много контента, он скажет, я хотя бы отдал все, что есть. Ко мне, чтобы снять с себя ответственность. Ко мне претензий нет, я старался. Но чем больше контента он выдает, тем еще хуже ситуацию он усугубляет. Это то же самое, вспомни, как в школе. Ты не успел сделать предыдущий взаимодействие. Ты вышел в туалет, да? Возвращаешься, а, что? Что происходит? Ты со старым не разобрался, тебя уже новое выкинули. И поэтому, чем больше контента, тем хуже для любой аудитории. Новый контент должен появляться тогда, когда старый успел реализоваться и получить результат. Если мы еще сайты не сделали, то какой смысл выдавать ему рекламу? То все равно ему некуда этот трафик лить, да? Например. Нет точки конверсии. А люди говорят, окей, если ты еще больше, если он еще про это, про это, и еще про кувронку, я с сайтом не разобрался. И он еще больше, и вспоминай в школу, тем больше накапливается, и вы сделаны домашние здания, и в какой-то момент говорит, я уже двоечник. Я гоню их все. С первого сентября исправился в новом подрухе. Ну, кайф. Слушай, ну, я думаю, мы, блин, сегодня вообще очень круто раскрыли фундаментальные вещи качественного продукта в нынешних реалиях. Просто пушка. Поэтому, возвращаясь к главной теме, и самим собой, чтобы это было по максимуму махнету, энергия самый главный ресурс при длине игре. Да? Почему он даже в марафоне там всем раздают эти напитки по дороге? Энергию надо поддерживать. Не важно, сколько ты хорошо бегаешь. Ее надо уметь поддерживать. И есть вещи, которые сжирают энергии. Понятно, что питание, чувство спорта, новый сон, да, это все же источник уничтожения энергии. Это ты не пользуешься. Но при этом все, на мой взгляд, самый-самый ужасный источник сжирания энергии это отсутствие новых методов подстрижения даже старой цели. При отсутствии новых методов не умение поддерживать это состояние, не умение придумывать новые ходы просто сжирает ноги только потому, что если мы представим себе любой бизнес, любой бизнес, то мы все можем заметить, что мы растем экспоненциально. То есть утрен, если мы ставим цель на год, то, скорее всего, мы достигнем ее по половине цели мы сделаем только в декабре и по вторую половину мы сделаем финальные две недели. Вот так это происходит. Ну и потенциал. Соответственно, если мы понимаем логику, что наш любой потенциал, он накапливается, он не идет равномерно, там ровно по 100 тысяч каждый месяц. Мы, скорее всего, за 11 месяцев сделаем 500 тысяч и еще 500 тысяч за последний. то получается, что это как первые условно пять лет вложений дают очень маленькие проценты. А это означает, что достижение цели не дает эмоции. Потому что это просто рутинная дисциплина. А рутинная дисциплина это не два самых мотивирующих в жизни слова. Поэтому, если в этом пути не возникают новые способы, чтобы разбавить свое путешествие, сделать его интереснее, у тебя просто диагностика, 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 диагностика. Вот тебе диагностики надоедят быстрее, чем ты успеешь получить какой-то результат. И как только возникает просадка, а когда возникает просадка. Одна из важнейших деталей, когда тоже все выпускают. Ты же в просадочном состоянии, кому что-то продашь. Ты в просадочном и командусу не вдохновишь. То есть отсутствующий навык работать со своей энергии приведет к тому, что ты просто запускаешь, твоя экспонент такая, ой, и ставил параболой, и пошел обратно. И ты потом растешь этими импульсами. А когда у тебя импульсы возникают? Импульс номер один. Ты попадаешь на какое-то живое мероприятие наставничество, типа снова ставили пистоны, либо ты коснулся настолько дна, что условно количество страданий и переживаний настолько накопилось, что превратилось в энергию обратно. Ну вот, можно полежать, пострадать там две недели, и в какой-то момент ты говоришь, да ну нахер, и пошел. То есть тоже вид энергии. Когда сопли закончат, уже становится неинтересно. И поэтому люди развивают импульсно. Только потому, что они не находятся постоянно в среде, где они смогут генерируют новую идею. Да. И вот здесь вот окружение важно. Многие такое не понимают. Все говорят эту тему любимую. Окружение развивает. Нет. Не окружение развивает, потому что окружение окружение рознь. Развивает, если ты об это окружение будешь думать. Почему? Если я, вот как ты сейчас произошел с тобой, что происходит с тобой? У тебя было свое представление, свой опыт в области охрененных продуктов, ты обменяй этот вопрос и он отразился на уровне А Игорь делает вот так. Не значит, Игорь делает лучше. Игорь делает просто иначе. И вот это иначе, а вот эта деталька мне интересна. И она энергию возвращает. Да, да. Я просто нахожусь в окружении людей более крутых, не обязательно, что я буду раскачанный, потому что они могут вообще не поднимать в поле вопрос, который меня сегодня беспокоит. Но если я думаю о людей, то самое главное восстановщики энергии это а вот как он это делает, а что так можно было, вот это а что так можно было и является следующим витком нашей энергии. о, прикольно, о, да, о, поэтому окружение важно, даже они могут беднее быть, да, тоже важно понимать. Просто в той области, в которой интересует вопрос, ну, например. Да, могут тебя заинсайтить. Да, я могу пойти сейчас. Вот у меня была девочка, которая пошла ко мне на курс и при этом она настоящий психолог, ну, в плане учится психолога, а там же длинное обучение, и она при этом там, ну, аспирант в университете психологии. То есть находится на кафедре, где вот эти старики, преподаватели, психологи. И когда узнали, что она еще там тренинги всякие хочет, естественно, как классический психолог, они начинают посрать ее публично. Делись о том, что у нее страдания, у нее большое страдание, что эти очень мелкие люди, она уже зарабатывает больше, чем они, чтобы ты понимал, на стороне. То есть она не мягча. И ей тяжело, что они ее гнобят. Они ее гнобят. И я надеялся, что я не могу туда уже заходить. Я говорю, смотри, а давай изменим отношения. А ты можешь прийти туда как в аквариум? Приди туда наблюдать за этими рыбками, которые такие умные. Смотри, как они мыслят. Посмотри, что их глючат, где ты, исследуй их. И совсем другое состояние. Прикольно, я же могу на них эксперимент поставить. Да. То же самое, условно, если я попаду на конференцию психологов, они все могут быть меньше, чем я зарабатываю. зарабатывающие люди. Ладно, это Дима вылетел, у него, видимо, закончится пиан. Закончу тему. Можно обучиться от даже людей, если бить себя, если задавать правильный вопрос. Вот так. Крепт. Будем закачивать наш эфир. Надеюсь, вам было очень ценно и полезно. Как всегда, все подкасты доступны в iTunes. Мы с тягами скоро выложу и в YouTube. Но ты сегодня выйдешь чуть позже, потому что у нас в начале была большая пауза, я даю ее обрежу, чтобы контент остался плотный для аудио подкаста. И увидимся уже в понедельник. Как всегда, каждый день с 8 утра мы начинаем наш день вместе с вами. Всем прекрасного дня. С вами был Игорь Краф в нашем нашей рубрике в гостях у Графа. И до встречи в понедельник. Вы лучшие.